9 мая отметили и любители футбола. На стадионе Икар прошел турнир среди саровских команд на Кубок Победы 2022. Каждый год 9 мая на стадионе Икар проходит турнир Кубок Победы. Команды любителей футбола таким образом отмечают самый главный народный праздник. Праздник, который живет в сердце каждого из нас. Хоть каким-то образом мы помним и чтим тот поступок геройский, который совершил у нас впредь. После парада, после торжественных мероприятий на площади города мы собираемся здесь и играем в традиционный Кубок Победы. Раньше на Кубок принимали ограниченное количество команд. 8. Их делили на 2 группы, они играли в круг. Затем победитель первой группы встречался с победителем второй. И их матч выявлял сильнейшего. В этом году рамки турнира решили расширить. Решили дать возможность поиграть и заявиться большему количеству команд, коллективов. И вот в этом году у нас 13 команд. Ну, решили формат по олимпийской системе на вылет. Там посмотрим. В турнире принимали участие как молодые команды, только сформированные, так и сборные различных предприятий, которые играют на полях Сарова уже не первый год. «Авангард», «Восток», «Вьюз», «Шикар», «Фламенго», «Сокол», «Ника». Кстати, последняя в этом турнире участвовала первый раз. Наша команда представляет Российский федеральный ядерный центр. Мы играем уже достаточно долго, 6 лет этим составом. И представляем город на различных соревнованиях. Представляем внеев на Росатомских соревнованиях. У нас уже такой сплоченный коллектив единомышленников. У нас в рамках подготовки к Росатомскому турниру, который здесь в июне пройдет, решили заявиться и на этот турнир, поучаствовать, попробовать свои силы здесь. Большинство команд, которые приняли участие в турнире 9 мая, летом встретятся на чемпионате и Кубке Сарова по футболу. Новый футбольный сезон в городе стартует в начале июня. С 4 мая к работе в должности тренера приступила воспитанница с Шор Атом Мария Казикаева, мастер спорта по лыжным гонкам, победительница всероссийских соревнований. Лыжная база находилась недалеко от дома Марии Казикаевой, поэтому в 10 лет будущая спортсменка решила попробовать себя в лыжных гонках. Так Мария пришла в спортивную школу Олимпийского резерва «Атом». Ее первыми тренерами были Павел Шаров, а потом Николай Седов. Сейчас они продолжают помогать и поддерживать свою воспитанницу, только уже как коллегу. С 4 мая Мария Казикаева приступила к работе в должности тренера по лыжным гонкам. Потом я пришла к Седову Николаю Евгеньевичу, но Павел Николаевич также помогал тренироваться, подсказывал. Сейчас все равно подсказывает. То есть у нас тренеры работают как дружный коллектив и всем спортсменам дают какие-то подсказки. Мария продолжила учебу в спортивном институте в Нижнем Новгороде, а после стала строить собственную карьеру. Мария Казикаева – мастер спорта по лыжным гонкам, чемпионка мира среди юниоров по лыжероллерам, победительница всероссийских соревнований и член сборной команды Нижегородской области. Сразу вернулся РОВ, потому что у нас очень сильная лыжная школа, у нас вся инфраструктура для того, чтобы подготовить спортсмена есть. У нас есть своя лыжероллерная трасса, у нас есть отдельная лыжная база со спортзалом, с хорошим. То есть все, чтобы спортсмен себя чувствовал комфортно, у нас есть. Став тренером, Мария все-таки пока не бросила спортивную карьеру. Она продолжает тренироваться и выезжать на различные марафоны и соревнования. А пока ее воспитанники – маленькие детки, общездоровительные группы, которые только начинают делать первые шаги в спорте. У нас один план, чтобы как можно больше детишек тренировалось, занималось, чтобы как можно больше детей выпускалось, причем выпускалось здоровыми и со сложившимися характерами, потому что спорт в первую очередь укрепляет. Ну и массовость, все сейчас за массовость, у нас есть для этого условия. Желаем Марии Козякаевой успехов на новой должности, реализовать свой тренерский потенциал и воспитать будущих чемпионов. В завершении майских праздников в Сарове прошел забег по пересеченной местности «Саров Трейл-2022». В трех дистанциях на 5, 10 и 20 километров приняло участие более ста спортсменов. В день забега погода в городе ощутимо испортилась, температура опустилась до 4 градусов. Соревнование сопровождал холодный дождь. Но, несмотря на это, Саров Трейл-2022 состоялся. Для тех, кто не знает, трейл – это сокращенно трейл-ранинг, бег по пересеченной местности, по естественному рельефу, то есть по грунту, по горам, по корням, по всему, что есть у нас в природе. Руководила соревнованиями Федерация лыжных гонок Нижегородской области. Основные участники забега – лыжники спортивной школы Олимпийского резерва «Атом», а также спортсмены-любители Сарова. На самом деле, самым большим сюрпризом для меня было, что больше всего участников заявилось на дистанцию 20 километров. Я так понимаю, что для многих участников это вызов. Там действительно дистанция сложная, там настоящий вызов, там есть грязь, есть подъемы, есть спуски, корни, в общем, все. Саровчане умеют успешно совмещать активные занятия спортом и другие хобби. Так Никита Баринов известный знаток игры «Что, где, когда» прибежал первым на дистанции 5 километров. У нас есть довольно крупная группа легкопедов, которые тренируются у Сергея Курина. У нас очень сильные результаты есть. Например, Макс Киштанов – один из сильнейших марафонцев, наверное, даже области. Он и в Нижегородске марафон выиграл. Сергей Курин сам очень сильный бегун, тоже прекрасно бегает в дистанциях. Вот, и у нас много людей, которые показывают хорошие результаты, поэтому неудивительно, что и у меня получается. Медали и незабываемые эмоции получили все участники забега. Эти трудные испытания в 5, 10 и 20 километров спортсмены прошли вместе. И несмотря на холодную и хмурую погоду, Саровтрейл прошел успешно. Споры о том, как сделать более безопасным электросамокаты, ведутся в России уже несколько лет. Среди последних инициатив законодателей – вести водительские удостоверения для тех, кто ими управляет. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предложил приравнять электросамокаты к транспортным средствам, ввести для них ОСАГО и запретить ездить на них по тротуарам. Такую инициативу поддержали и в Госдуме. Это связано с тем, что электросамокатчики часто становятся виновниками ДТП и никакой ответственности за это не несут. По действующим правилам дорожного движения они – пешеходы. Нужно ли электросамокаты приравнивать к транспортным средствам, чтобы у них была такая же ответственность, как и у всех водителей? Ну, считаю, что да. Почему? Потому что достаточно опасное средство, что тихо ездит. У вас были уже такие случаи, когда было паспортно? Ну, таких нет, но близко проезжали. Думаю, да. Либо хотя бы какую-то скорость просто сделается, наверное, пограничную. То есть опасно, да? Естественно, конечно. Страшно. А у вас уже были такие случаи? Нет, ну, знаете, я как-то осматриваюсь, хожу всегда, но бывали случаи, видела, что ребенка сбили. Вот меня чуть не сбил вот этот вот. Мне 70 лет, а я должна отскакивать, не отходить, а отскакивать. Вообще ничего не видят, гоняют как хотят, могут и рулем по голове стукнуть, и по животу беременные женщины. Поэтому, конечно, надо за этим следить. Велосипедом и самокатом, не место на тротуаре. Сейчас электросамокаты не подлежат регистрации в ГИБДД. У них нет госномера, а управлять этим транспортом может любой человек. И для этого ему не требуются права. А чтобы вести страхование САГО для электросамокатов, нужно существенно изменить нормативную базу. В больших городах вообще нельзя разъехаться. Только по тротуару, но надо какие-то звуковые сигналы сдавать. Вот некоторые, я видел, ездят, очень подсветка хорошая, тормоз горит красный, спереди фара. Считаю, нужно. Нет, наверное. Опасно. Люди идут, вот я иду и не смотрю, что там сзади как, едет не едет ли. Сзади они едут, и вы знаете, если вот не слышно едут, то собьют только так. Конечно, нужно. Мы спросили мнение у саровчан, нужно ли приравнивать электросамокаты к транспортным средствам. Большинство опрошенных сказали, что электросамокаты на тротуаре – это опасно. И ввести новый закон все-таки нужно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова